Подписанный договор о прекращении огня в Нагорном Карабахе называют историческим, но у сторон вооруженного конфликта отношения к нему принципиально разные. Российский президент выразил надежду, что документ положит начало полномасштабному урегулированию многолетнего конфликта. В Азербайджане называют случившееся своей победой. «Я рад, что мы возвращаемся домой, в родной Карабах, в город Шуша, корону Карабаха. Мы навсегда останемся на этой земле. После этого никто не сможет изгнать нас оттуда». В Ереване же вспыхнули акции протеста. Сотни человек захватили и разгромили здание парламента. По их мнению, премьер-министр Никол Пашинян не имел права подписывать такой документ. «Решение было принято на основе анализа положения на фронте и советов людей, которые лучше всех знали ситуацию. Мы должны понимать, что нашей армии пришлось сражаться против террористов, против второй по силе армии НАТО, турецкой, и против армии Азербайджана. Документ предполагает, что войска пока остаются на занятых позициях, однако позже армянская сторона вернет Азербайджану контроль над рядом районов. Стороны обменяются пленными и телами погибших, разблокируют транспортные и экономические связи региона. Беженцы будут возвращаться в свои дома под контролем Верховного комиссара ООН». В регионе будут размещены российские миротворцы. Их переброска уже началась. Мандат выдан на пять лет с автоматическим продлением еще на пять. В Баку заявляют, что в Карабах также войдут миротворцы из Турции. Субтитры создавал DimaTorzok